Восемь вечера в Украине на интере подробности, каким был этот день, узнаем от наших корреспондентов в студии Натальи Белышева. Смотрите выпуски. Бои под Донецком. Прямые включения. Украина-Хорватия. Нужная помощь в нужную минуту. Нетихий дон. Подозреваемый в расстрелах водителей. Кто он? Крушение малайзийского Боинга. На месте аварии все еще находят останки. Их вывозят в Харьков и оттуда самолетом в Голландию. Сегодня отправили очередной борт. Сколько их еще будет и когда может завершиться следствие, знает Лидия Каленина. В Харьковском аэропорту вновь готовятся к поминальной церемонии. Еще пять контейнеров с останками погибших при крушении Боинга сегодня отправят в Голландию. Последний борт с телами отсюда вылетал еще летом. После этого эксперты приостановили на время работу. Было небезопасно. Гробы выстраивают на взлетной полосе. Церемония прощания закрытая. Здесь только представители голландского правительства и харьковской власти. Ни речей, ни гимнов. Груз военные заносят в самолет в полной тишине. Министр иностранных дел Нидерландов лично благодарит украинских солдат за помощь. Ваша работа имеет отношение не только к потерпевшим, но и к родственникам жертв авиакатастрофы. Поэтому спасибо вам огромное. Теперь, чтобы закончить расследование, нужно собрать обломки самолета. Но когда получится это сделать, голландцы пока не знают. Все будет зависеть от безопасности на месте катастрофы. Пока у меня нет ответа ни на вопрос, когда соберут обломки, ни на вопрос, где именно их будут исследовать. До сих пор не нашли останки девяти пассажиров Боинга. После исследования тех фрагментов тел, которые сегодня отправляют в Голландию, станет ясно, нужно ли продолжать поиски. Если вы посмотрите на карту падения самолета, там есть один из секторов, который действительно пока еще является слабо обследованным. Это примерно около 18-19% площади. Борт со станками погибших вылетает в Индховен для проведения экспертизы. В понедельник в Голландии объявят днем национального траура. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Бои в районе Дебальцево. С нами на связи мой коллега, который работает в зоне боевых действий, Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Как сегодня прошел день и какие прогнозы? Да, Наталья, боевики продолжают атаковать позиции украинских сил. Один из самых сложных, как ты уже сказал, участков фронта находится в районе Дебальцево. Я там сегодня целый день работал. Стрельба не прекращалась ни на минуту. Это без преувеличения. Террористы обстреливали украинские блокпосты практически круглосуточно. В последние дни боевики используют минометы и артиллерию, поэтому вся земля там в воронках и от разорвавшихся снарядов. Артиллерия бьет, как правило, издалека и очень сложно определить, откуда идет стрельба. И они после этого быстренько покидают свои позиции. Поэтому, скажем так, игра в одни ворота. По нам стреляют, а мы нет. Стоит отметить, что бои идут в районе Дебальцево с трех сторон. И украинские военные предполагают, что вероятность, есть большая вероятность, что цель боевиков взять город в кольцо. Ведь это очень важный стратегический объект. Именно в Дебальцево находится крупный железнодорожный узел. Но украинские бойцы продолжают держать ранее занятые позиции. Правда, с каждым днем все большей ценой дается эта оборона. Вчера у нас был выпадок, что на соседнему блокпосту 7,3-х, 7 ранних, и, ну, дуже сильно накрывали. Поэтому оно довольно часто повторяется. На передовой встречаются совершенно разные люди. Это и добровольцы, и кадровые, и военные. Очень много людей с востока страны. Их дома остались на занятых боевиками территориях. Но вот сегодня мне удалось пообщаться с бойцом, который воевал в свое время в Чечне в составе российской армии. А сейчас, получается, фактически сражается против нее. И вот я попросил его сравнить вот эти две войны. Намного порядочнее украинская армия. Грозный снесли, а мы терпим. По нам лупят, а мы терпим. По селам, по городам. Мы не открываем огонь. Мы не открываем. Мы можем, конечно, какой-то ответ дать. Но это... Когда мы знаем точные координаты, откуда по нам ведется огонь. На войне бойцы живут, мягко говоря, в спартанских условиях. И, несмотря на постоянные обстрелы, как-то налаживают быт. И вот удивительно было сегодня наблюдать, когда в нескольких километрах слышны были взрывы от мин. А повар готовил на самодельной печи жаркое. Это вот самая яркая иллюстрация, которую я видел в жизни пословицы. Война войной, а обед по расписанию. Что вы варите? За кое? Будьте, пожалуйста, в домашнем. Здравствуйте, мы все. Мы стараемся пытаться домашним, чтобы не было ни язвы, ни ничего. Также боевики не прекращают обстреливать жилые кварталы, сел и городов. Особенно это касается населенных пунктов в фронтовой зоне. Там, конечно, остались в основном люди уже почетного возраста. Многие привыкли к звукам залпов. И как только начинается стрельба, прячется в погребах и в подвалах, запаслись даже продуктами первой необходимости на первое время. Вот это ж наше бомбоубежище. Сухарики положила. Свечку положила. Водички поставила. Ну вот это вот. Друг чего. А что мы еще можем схватить? Картошечка там есть. Ну вот если обобщить, сейчас довольно напряженная обстановка по всей линии фронта и количество обстрелов украинских позиций с каждым днем только увеличивается. Наталья. Спасибо, Веня. Вениамин Турвачев о боях в районе Дебальцево и о жизни во время войны. О том, что происходит в оккупированных городах, о жизни изнутри, нам по телефону рассказывают сами жители. Те, с кем удалось выйти на связь. Послушайте, сегодня мы дозвонились в Донецк и Луганск. Сегодня практически целый день не умолкали ни артиллерийские перестрелки. Периодически слышалось стрелковое оружие. То есть все по нарастающей, как началось несколько дней назад, так и по нарастающей шло. Периодически по городу дончане видели перемещение боевиков с минометами, с пушками. Ну, общее состояние все равно очень тревожное. Потому что очень много военных в городе, очень много техники в городе. Ну, в общем, люди чего-то ждут, опасаются военных действий, очень серьезных. Согласно, в области до сих пор взрывы вокруг области. В военно-отерский район, ну, под атакой, я не знаю, там, оттуда доносятся взрывы и выстрелы. То есть, странное счастье. Ну, то есть, вокруг города не скакойно. В самом городе скакойно. Продолжаются бои за Донецкий аэропорт. Буквально в нескольких километрах от него в селе Пески находится Руслан Смещук. Вместе с бойцами Айдара он видел, как работает дрон, который наша редакция передала батальону. У него сегодня первый боевой вылет. Руслан с нами на связи. Руслан, расскажи, как прошел день. Наталья, приветствую вас. Вот я хотел бы заметить, что мы сейчас находимся не в поселке Пески. Там просто невозможно установить видеосвязь. Но вот еще сегодня, когда мы добирались до позиции силовиков в поселке Пески, попали под пулеметный обстрел. Но вот благодаря тому, что боевики бились достаточно большой дистанции, а за рулем автомобиля был опытный водитель, боец добровольческого батальона АУН. И вот он молниеносно, мгновенно сориентировался в ситуации и сумел вывезти автомобиль из-под обстрела. Вот благодаря этому все закончилось благополучно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ну вот так это было. Вот сам же квадрокоптер запускали прямо с передовой на расстоянии всего нескольких километров от позиции боевиков. И вот так же досталось специалистам, которые управляли беспилотником, по ним вот так же стреляли. Сам дрон летал над позициями боевиков. Вот сейчас вы можете видеть окопы БНРовцев. Причем, как говорят военные, отрыты они достаточно грамотно. Наверняка не обошлось без помощи кадровых военных. Вот так же вы можете видеть черные пятна. Это воронки от попадания минометных мин. Ну и досталось так же и самому коптеру, когда он пролетал над позициями ДНРовцев. Они открыли по нему шквальный огонь. Вот ситуация там, в районе аэропорта, достаточно напряженная. Все время, что мы были в поселке Пески, длились боевые действия. И вот на позиции украинских силовиков постоянно прилетали минометные мины, так же их обстреливали из пулемета. В общем-то, вот битва за Донецкий аэропорт продолжается. Ситуация не изменилась. Как обстреливали минами, так и обстреливают. Но так где-то через день, скажем так. Видно, что они нервуют. Ну вот сейчас, в режиме реального времени, вы можете наблюдать работу квадрокоптера-беспилотника. Я попрошу пилота подвести его поближе, чтобы наши телезрители могли его увидеть. Несмотря на шквальный огонь боевиков, ни одна пуля не зацепила аппарат. Все его системы работают в норме. И вот, в общем-то, таким мы видели сегодняшний день и первый вылет квадрокоптера, который редакция подробностей подарила украинским силовикам. Это вот при том, что сегодня утром специалистов БСЕ свои дроны не смогли запустить и глушили. А вот этот квадрокоптер сумел вылететь на свое первое боевое задание. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук о ситуации в Песках и у боях за Донецкий аэропорт. Войной на комбата. Бойцы батальона «Слобожанщина» подозревают руководство в мародерстве и не только. Прокуратура начала уголовное производство. Виновным грозит до 8 лет тюрьмы. Бойцы и раньше обращались в милицию, и там создали спецкомиссию. В прокуратуру написали якобы из-за отсутствия реакции. Связаться с недовольными у нас не удалось. Комбат «Слобожанщины» грозит судом и прокуратуре, и своим подчиненным. И вот, что нам удалось разузнать об этой истории. В своем заявлении бойцы указывают, что в период нахождения в зоне антитеррористической операции руководители батальона превышали свои служебные полномочия, а именно завладели личным имуществом местных жителей, гуманитарной и волонтерской помощью, предоставленной для личного состава батальона «Слобожанщина». Применяли физическое насилие к бойцам батальона и местным жителям. Подозреваемых на данный момент нет. Что они могут писать про комбата, если они его не видели даже. Там 30 человек подписалось. Они даже не были в зоне АТО. У нас там была инспекция ВБ, а это ничего не подтвердилось. Как прокуратура может возбуждать какое-то там дело, если они проверку еще не провели? Не было в зоне АТО ни одной заявы на бойцов «Слобожанщины», тем более на руководство. Мы связываем это с тем, что с действительностью антиукраевских сил, которые своих агентов каких-то к нам засунули, которые стали писать вот эти непонятные жалобы. Эти люди приехали, они стали кому-то интересны. Кто же там, я не знаю, кто в чьих-то интересах, я не знаю. Этих людей просто-напросто использовали. И сейчас у нас на связи Мариуполь. Там находится Эльвина Сейдбулаева. Она с нами также на связи. Эля, расскажи, что сегодня в городе и в окрестностях происходит? Да, Наталья, на окрестностях Мариуполя вновь слышный залп и тяжелый хородий. Сегодня мы побывали в одном из сел, которое находится у передовой. Молодежь почти вся выехала в город. Остались в основном пожилые люди, которым некуда ехать. А тем, кому и есть куда выехать, оставить дом не могут, боятся мародеров. Жалуются после каждой бомбежки. Летят стекла, трясутся стены и потолки почти все время в подвалах. Осколок, он стреляет оттуда, и осколок идет. Вот, смотрите. Это то, что мы собираем. Стреляют страшно, а не стреляют жутко. Потому что не знаешь, что ждать. У меня вот собака, я еще не слышу звука. Она уже ховается под кровать или бежит вот сюда до веранды. Не успели же дверь открыть, она бьет в подвал. Одна нога в подвале, одна на улице. Вот так и страдаем. Рамы вылетают все. Вот. Все повылетало, их вставляют. В направлении Мариуполя под обстрел артиллерии, минометов и гранатометов попали позиции сил АТО. Это в районе населенных пунктов Старогнатовка, Новоласпа, Гранитное Богатое. Был созданный арт-обстрел с тяжелых орудий. С стороны, как мы думаем, Новоазовска. То есть, где-то протяжении 30 минут не шел обстрел. Как бы, втрат нет. Все на месте, все держат оборону. Никто не сдается назад. Так что будем стоять на нашей земле до конца. Массированному танковому и минометному обстрелу подверглись места дислокации сил АТО западнее поселка Павлополь. Наши военные открыли ответный огонь и подавили огневые точки противника. Таким образом, за день боевики пять раз нарушили Минское соглашение. Потер со стороны украинских военных нет. А вот противника уточняется. Наша техника не пострадала. Наши военные в редкие минуты отдыха пересматривают детские рисунки. Там пожелания от детей вернуться живыми и здоровыми. У нас тут свои кордоны, скажем так, поки что, тем временем. День больше, если тут долго перебиваться, то постоянно земля, поле, выстрелы, до которых же привыкли. Ну, градов там, гармата. А то оно как раз так. Ну, згадую, что еще есть мирное життя. Иснули нас, пока что, за которое мы, власне, и воюем. Полк Азов и СБУ задержали корректировщика, виновного в обстрелах Мариуполя, его позывной дядя Витя. По совместительству он был еще и водителем БМ-21 «Град». Задержание произошло на территории подконтрольных сепаратистом в Павлополе. Там такой был вот Мариуполь сегодня. Спасибо, Эльвина Сидбулаева, об обстрелах, прилегающих к Мариуполю территорий. Президент Украины сегодня проведал бойцов из зоны АТО, которые лечатся в столичном военном госпитале. Одного из них, офицера главного командного центра генштаба Игоря Гордичука, Порошенко лично наградил золотой звездой героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого 2-3 степени. Гордичук командовал отрядом спецназа в тылу противника. Брал Саур-Магилу, его бойцы 12 суток удерживали высоту. Когда получил добро на отход, ушел последним, несмотря на то, что был тяжело ранен. За то, как вы останавливали место боя, как вы выводили частины, как приняли бой. Вами гордится вся Украина. И дякую за вашу мощность и отбаву, которую вы продемонстрировали, захищающих Украину. Когда-то Украина помогала этой стране, теперь там помогают нам. Восемь украинских военных прилетели в Загреб. Чем им здесь могут помочь и кто взял на себя расходы, расскажет Роман Бачкала. Когда в начале 90-х Хорватия боролась сначала за независимость, а затем и с сепаратизмом, Украина активно помогала хорватам. Теперь их черед помочь украинцам. Восемь раненых бойцов нацгвардии батальона «Донбасс» прибыли в Загреб для прохождения медицинской реабилитации. Все расходы по транспортировке и приему гостей на себя взяло правительство Хорватии. Соответствующие договоренности были достигнуты еще в сентябре на саммите НАТО в Уельсе. Хорватия приняла решение о том, что надо с помощью Украине. Было договорено, что бойцы национальной гвардии, их 8 человек, прибылось сегодня в Загреб. Это чудовий клинический центр. Первым делом украинских военнослужащих обследуют и в случае необходимости прооперируют. Но вообще акцент планируется сделать именно на реабилитации. У хорватов большой опыт в этом деле. И сами бойцы говорят о том, что нуждаются именно в залечивании остаточных травм. Просто в смене места обстановки и, конечно же, психологической разгрузки. Я бы больше не ехал, у меня начали шею болеть. Я почувствовал, что погода начала меняться, почувствовал и чувствовал шею. Вот я уже шугнулся. Я именно взял. Думаю, иду проверить. Наши военные приятно удивлены приему хорватов. Здесь с них буквально пылинки сдувают. Воспринимаются как настоящих героев. И, знаете, особенно трогательно было, когда одна из медсестер прошла по палатам. И вот просто от себя лично раздала нашим бойцам конфеты. Хорошо, что он не как. Я уже просто чувствовал. Ну, а одного из прибывших украинских военных пору называть просто воскресшим. Все мы помним ужасную трагедию 29 мая, когда возле горы Карачун разбился военно-транспортный вертолет Ми-8 с генералом нацгвардии Кульчицким на борту. И вот тогда все СМИ дружно сообщили о том, что погибли все 14 членов экипажа. Но, оказывается, один из тех, кто тогда находился в вертолете, все-таки выжил. И сейчас он в Хорватии. Александр Макеенко был за штурвалом того вертолета. Ранение получил 29 мая. Наш вертолет был сбит под городом Славянск, рядом с горой Карачун. Все погибли. Было 13 человек на борту. И один остался живой. Не знаю. Чудо. Пилот, что называется, не должен был выжить. Сложнейший перелом и ног, и рук, и тяжелейший компрессионный перелом позвоночника. Но Александр идет на поправку. Организм справился. Хотя чувствуется, что психологически ему очень тяжело. В Хорватии украинские бойцы пробудут 45 дней. Их ждут лучшие лечебные курорты страны. Ну а дальше каждый из тех, с кем мы общались, планирует вернуться на фронт. Конечно, если пройдет медкомиссию. Роман Бачкала, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Из Хорватии. Плати или с вещами на выход. Такой вот ультиматум получили переселенцы из Донбасса. Где и кто принимает их с таким радушием? Елена Брынза. Подробнее. Комнатка в 12 квадратных метров. Холод. Электроплиты на кухне работают по часам. В таких условиях в общежитии Кировоградского национального технического университета уже несколько месяцев живет Галина с двумя детьми. Они переселенцы из Луганской области. А еще здесь вот такие соседи. В общежитии технического университета переселенцы живут уже полгода. Их здесь около полусотни. Большинство дети. До сих пор жилье им оплачивали из областного бюджета. Поэтому, говорят люди, на условия не жаловались. Терпели. Но с ноября переселенцы начнут получать кабминовскую помощь. И чиновники решили, пускай переселенцы сами оплачивают проживание. Сумма 360 гривен с человека. И никаких скидок. Даже для детей. Цена уходит в воду, водоводведение, опаление, электроэнергия, постель, проняя белизны. Ну, абсолютно накладки витраты. А кто браковывает старших детей? Ну, наша бухгалтерия, которая браковывает калькуляцию проживания в авторитете. Я с тремя детьми. Получается, у нас 4 человека. И должны мы платить как бы за четверых. То есть, это получается где-то 1320. Люди говорят, готовы платить, но либо меньшую сумму, либо требуют лучших условий. Но ремонт в общежитии пока не планируется. А с поиском альтернативного жилья им никто не помогает. Свою проблему в чужом городе Галина решила сама. Переехала на съемную квартиру за 1000 гривен в месяц. Теперь надеется, что до конца этого месяца так и получит обещанные к обминам деньги. А вот чиновники кинулись помогать переселенцам только после возникшей шумихи. Пообещали добиться, чтобы цену за проживание в общежитии снизили до 200 гривен человека. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кировоград. Первый пошел. Следствие арестовало одного из 10 подозреваемых в расстрелах водителей на трассе Дон. Уроженцы Таджикистана Абдумуки Мамаченова обвиняют в незаконном обороте оружия. Его причастность к убийствам пока проверяют. Сам мужчина все отрицает, называет себя обычным строителем. В ночь на четверг силовикам удалось задержать 10 подозреваемых. Все они уроженцы республик Средней Азии. Задержаны предположительно члены так называемой банды КТА. За последние полгода они расстреляли 20 водителей и их пассажиров. Руководитель группировки Рустам Усманов был убит при задержании. Правоохранители предполагают, что несколько человек из банды могут все еще оставаться на свободе. Тайная лобби Кремля в ЕС, замешанная на браке. Об этом и не только. Смотрите далее. Питоны, удавы и грабители. Что у них общего? Вукингемские страсти. Кто и от кого спас британскую королеву? Чего не могут короли? Увидят ли испанские монархи небо в клеточку? Заветная цифра 100% наконец появилась на электронном табло в Центр Сберкоме. Последние данные внесли вчера поздно вечером, когда удалось разблокировать работу 59-й окружной комиссии. Впрочем, этот окружком президент и сегодня попросил взять на особый контроль и ЦИК, и МВД. Поствыборные страсти у Валентины Левицкой. Журналисты в Центр Сберкоме дружно снимают электронное табло с результатами голосования. Расклад сил по партийным спискам остается неизменным. Лидирует Народный фронт. А вот с учетом мажоритарщиков, первенство в Новой Раде будет у блока Петра Порошенко. 132 депутата. Народный фронт получит 82 мандата. У самопомощи 33. Оппозиционный блок привел в парламент 29 депутатов. Радикальная партия Ляшко 22. У Батькивщины 19 штыков. 96 депутатов прошли в Раду как самовыдвиженцы. Шестеро мажоритарщиков будут представлять объединение «Свобода» и по одному сильную Украину, заступ, правый сектор и волю. Наконец доехала до Киева и комиссия самого неблагополучного 59 округа Донецкой области. Того самого, где после выборов сбежали 9 членов окружкома вместе с протоколами и печатью. Тех членов комиссии лишили полномочий и назначили других. Однако новых почти неделю блокировали неизвестные вооруженные люди, не давая работать. Позже беглые члены комиссии привезли в ЦИК похищенные протоколы. Но проверка показала в них сплошные фальсификации. Позавчера нам удалось собрать порядка 12 комиссий. И как только первая комиссия села, мы ей открыли протокол, который нам пришел в ЦВК. И она сказала, что это не их протокол, не их подписи. И вообще они не знают, что это за цифры. Объявить результаты выборов в Центр избирком должен не позже 10 ноября. Однако вчера суды постановили пересчитать голоса в двух округах. В 38-м это Днепропетровская область и в 63-м в Житомирской области. Причем не на отдельных участках, а практически на всех. ЦИК считают такие решения незаконными и намерены обжаловать. 38 окружком вчера начал пересчитывать голоса, но сегодня почему-то прекратил. Пересчет проводят по требованию одного из кандидатов, экс-министра обороны Александра Кузьмука. На 38-м округе с перевесом более чем в 10 тысяч голосов победил Вадим Нестеренко. Кандидат, которого поддерживала власть, это бывший министр обороны Кузьмук, занял третье место, набрал в 2,5 раза меньше, чем Нестеренко. Через три дня после этого господин Кузьмук принес жалобы. Причем жалобы эти были написаны под копирку, и люди, которые были там фамилией и мобильные телефоны, отказывались о том, что они их писали. И третий день начали проблемы. Кузьма сказал, что это фальза, что фальзификаты. Ну, потом приходили автоматами, приходили многие, которые кричали, что все есть плохо, и так дальше. Самые революанты, и я думаю, что криминальные живые там были тоже. Пересчитывают голоса и в 79-м округе Запорожской области. Из 12 проблемных участков пока проверили данные только половины, и то со скандалом. В 7.30 утра глава окружкома с несколькими членами комиссии пытался войти в хранилище с бюллетенями. Остальных членов комиссии не предупредили. Мы искали документацию, именно указанный бюллетень, который комиссией был призван каким-то неподлежащим учету при подсчете голосов. К комиссии был потрачен именно определенный период дополнительной времени для того, чтобы найти необходимую коробку. Создается впечатление о том, что была явная попытка подтасовать документацию, может быть, в нужное русло какое-то, что-то внести какие-то возможные изменения. Зато в 30-м и 50-м округах, где ЦИК обнаружила расхождение в данных протоколах и назначила пересчет, в суды запретили комиссиям это делать по искам заинтересованных кандидатов в депутаты. Эту ситуацию уже изучают европарламентарии. Что касается сейчас этих действий в Днепр-Зержинске и в Новомосковске, это просто стыд. Что произошло во время выборов, не было в совместении с европейскими ценностями. Валентина Левицкая, Анна Диденко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Во Львове внезапно обнаружили, что уже три недели как сбежал главный фигурант в деле о поджоге здания областного Беркута. Как ему удалось смыться и куда выяснял Геннадий Вивденко. Вечер 20 февраля этого года. В здании, которое занимает Беркут, пожар, огонь в оружейке, гремят разрывами боеприпасы. Более 30 бойцов спецподразделения успели выбежать из здания. Двоих завалило рухнувшей стеной. Там не видно темное задуманное, температура высокая. Мы делаем все, что можно. Одна из версий произошедшего – сознательный поджог здания самими же бойцами с целью сокрытия кражи оружия. Львовская областная прокуратура месяцами расследует дело. Наконец, подозрение в совершении преступления было оглашено. А вот сам подозреваемый уже три недели как исчез. Его имя официально не называется, но оно известно всему городу. Сергей Голуб, в то время исполняющий обязанности командира подразделения Беркут. Сейчас, да, Голуб, я. Ну, куда ли слухи, что видно в России, в тек? Тобто в Москву. Но, если оно так, я этого, действительно, не знаю. Бывший коллега Сергея Голуба говорит, еще 16 октября тот подписывает отпуск в областном управлении милиции. И скрывается. Мы призначили проверку службового главного управления Министерства внутренних справ Львовской области В прокуратуре сообщают, могут огласить подозрения еще нескольким бойцам Беркута. С ней согласен и Роман Дракус. Дракус полагает, что дело о возможном поджоге сдвинулось с мертвой точки только после того, как в октябре в областной прокуратуре провели люстрацию высших чинов. И от люстрированное ведомство начало работать. Тут обещают огласить первые результаты расследования через месяц-два. Эта история не только криминальная, но и политическая. И что вызывает недоумение, так это молчание. Как тогда, так и сейчас городских властей Львова. Полное молчание. Полное. По разные стороны баррикад. Выяснилось, что пресс-секретарь Федерики Магирини Кэтрин Рэй замужем за лоббистом Газпрома Томасом Барастастец. И все бы ничего, но Магирини с недавнего времени верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Чиновники ЕС говорят, мол, парафия Кэтрин отношения с Африкой, Латинской Америкой и странами Персидского залива. А с европейскими государствами ее работа никак не связана. За них отвечает другой пресс-секретарь, поэтому никакого конфликта в этом нет. Вроде бы как нет. А может и есть. CNN заживо похоронил Обаму. Сербские футболисты пропустили гол из-за красотки телеведущей, а космический туризм теряет клиентов. Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. У космических туристов поубавилось романтизма. После крушения корабля компании Virgin Galactic клиенты начали сдавать купленные билеты. Таких уже 24 человека. И каждому пришлось вернуть по 250 тысяч долларов. Но в компании не отчаивается. В списке желающих еще около 8 сотен имен. Корабль Virgin Galactic разбился неделю назад, во время испытательного полета. Один из пилотов погиб. CNN случайно убил Обаму. В одной из передач телеканала вышел сюжет с титром «Барак Обама уничтожен морским пехотинцем». Как выяснилось, речь шла об экс-террористе номер один Усами Бен Ладене. Имя президента вписали по ошибке. Чем обернулся конфуз для невнимательного сотрудника, пока не сообщается. Она и почти она нашли друг друга. В Санкт-Петербурге заключен первый в России ЛГБТ-брак. Новой ячейкой общества стали девушка и трансгендер-мужчина, который находится в процессе смены пола. Торжественная церемония прошла в одном из питерских ЗАГСов. Молодожены пришли в подвенечных платьях. Зарегистрировать отношения удалось благодаря тому, что трансгендер пока еще имеет документы мужчины. Но некоторые российские депутаты уже заявили, сделают все, чтобы расторгнуть брак. Да чего же хороша! Сербскую ведущую попросили удалиться подальше от футбольного поля из-за яркой внешности. Во время матча между белградскими командами «Партизан» и «Цервена Звезда» тренеры клубов решили, журналистка отвлекает игроков. Сама 25-летняя Катарина Сречкович скромничать не стала. Тут же поведала, что футболисты буквально выстраиваются в очередь, чтобы дать ей интервью. Легенда британского футбола Джимми Гирс продает свое золото. Медаль чемпионата мира 1966 года хочет выставить на аукцион и выручит за нее не менее 50 тысяч долларов. Гирс – лучший бомбардир английской лиги всех времен. Что заставило ветерана расстаться с наградой – неизвестно. Ранее Гирс, имевший проблемы с алкоголем, продал свой дом. Английский городок Рагби могут наводнить змеи. Из местного зоомагазина украли 70 питонов и удавов. Стоимость пресмыкающихся – тысячи фунтов. Владелец зоолавки уверен – грабители работали под заказ. Брали только определенные виды. Теперь полицейские настоятельно просят жителей городка немедленно звонить в отделение, если им на улице встретится проползающий мимо питон. Несостоявшееся покушение. Кому мешает британская королева и почему от Елизаветы II хотят избавиться? Светлана Чернецкая из Лондона. К этому моменту Ее Величество Елизавету II уже оплакивал бы весь мир, если бы не счастливая случайность. Полиция арестовала четверых мужчин в рамках борьбы с радикальными исламистами, потенциальными бойцами террористической организации ИГИЛ. Оказалось как раз вовремя, за день, до совершения ими убийства британского монарха. Устранить ее планировали публично, на глазах у сотен людей, на торжестве, посвященном Дню памяти погибших в Первой и Второй мировых войнах. Скотланд-Ярд не сообщает никаких подробностей происшествия, но журналисты Табло и Дасан уверяют, 88-летнюю королеву собирались зарезать ножом. Букингемский дворец не комментирует неудавшиеся покушения. Известно только, что участие Ее Величества во всех запланированных мероприятиях остается без изменений. Задержанных продолжает допрашивать полиция в их домах обыски. Все заговорщики мусульмане от 19 до 27 лет. Истории неизвестны случаи особого внимания террористов или психопатов к Елизавете Второй. Инцидент в 81 году и покушение на то сложно назвать. Это было на военном параде. Королева возглавляла конную колонну, когда со стороны зрителей раздались выстрелы. Шесть подряд. Стрелка задержали тут же. Оружие оказалось ненастоящим. Это был стартовый пистолет с холостыми патронами. Нападавший получил пять лет тюрьмы по статье «Государственная измена». Оказалось, безработный просто хотел прославиться. Какая участь ждет тех, кто сейчас планировал покушение на Ее Величество, скоро узнаем. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Так все ли могут короли? В переживающие не лучшие времена Испании скандал в монаршем семействе. Куда делись шесть миллионов евро? Спросим у Алексея Пшемыского. Беспрецедентный судебный процесс в Испании. На скамье подсудимых сестра самого короля Филиппа VI, Кристина де Бурбон. Ее вместе с супругом-герцогом Пальма де Майорским обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании почти шести миллионов евро. Якобы они воровали из собственного же благотворительного фонда. Но те все отрицают. Я готов подтвердить свою невиновность и отстоять свое дело и профессионализм. Если вину докажут впервые, член королевской семьи может оказаться за решеткой. Главный вопрос, применит ли судья так называемую доктрину «ботин» – право закрыть дело ввиду отсутствия официальных обвинений от прокуратуры или потерпевших. Ведь пока что на полке с доказательствами лишь расследование общественной организации и часть обвинений уже отбросили. Это же королевская семья. Конечно, все замнут. А вот если бы это был простой гражданин, дело бы еще как раздули и наказали. Эти политики проворачивают тысячи таких делишек и все сходит с рук. У нас не все равны перед законом. Суды защищают власть. Как по мне, кто бы ни был вор, должен отвечать. Придется ли принцессе с герцогом теперь править из тюремного двора, станет известно уже скоро. Алексей Пшемызкий, Павел Лысенко, Центральное европейское бюро телеканала «Интер». Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэй. Завтра итоги подведут подробности недели. А я желаю вам хорошего вечера, доброй ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин